Привет же, ребятушки! Сегодня я решила собрать всех своих стейбликов, которых я купила за последние несколько месяцев, и открыть их в одном видео. Здесь у меня как и абсолютные новинки стейбла клуба конца 2023 года, так и 4 стейбла прошлых годов, начиная с 2006 и заканчивая 2020. Обычных тиражей здесь нет. Это все спешл раны либо для стейблмейтс клуба, либо для Брэйр Феста, поэтому скучным это видео точно не будет. Что ж, давайте посмотрим, кто у нас здесь есть. Итак, это три стейблика с Брэйр Феста, потом подробнее про них расскажу, но я сразу отложу их в сторону. Затем идут три стейблика из стейблмейтс клуба. Один из прошлогодних стейблмейтс клубов, конкретно с 2017 и двое наших совершенно новеньких с декабря 2023. И на данный момент это самые последние стейблы, которые, в принципе, вышли в этом году. Точнее уже в прошлом, можно сказать. И один из них это совершенно новый молд стейблика, который в будущем будет выпускаться уже в обычных тиражах. И сегодня мы на них всех посмотрим. Но новеньких я оставлю на сладкое, чтобы сохранить интригу. А посмотрим мы для начала на стареньких. Точнее на раритетных, извиняюсь. Потому что назвать их старенькими это очень оскорбительно. В данном случае они все очень красивые, и, ну, не поворачивается язык на это слово. И я предлагаю взять того, у которого нет своей родной коробочки. И это вот этот мистер в пупырке. Давайте я ее сразу раскрою и посмотрим, кто же первый нас ждет. И это... Сейчас там ничего не будет. И это вот этот мустанг. Посмотрите, как он прекрасно подходит под цвет окружающей среды. Итак, кто же этот парень? Это ж парень. Его зовут Джейд. И это мини-версия его большого прототипа в размере traditional, которого зовут точно так же. Он был выпущен брейером специально для сети магазинов QVC к новому 2002 году. Это был как раз год коня, и они решили сделать тему лунного календаря, а точнее китайского. И так как это тема Китая, то Брээр решил использовать основные символы этой культуры. Его зовут Джейд, потому что Джейд с английского переводится как нефрит. И это драгоценный камень, который в Китае инкрустирует во все, что угодно. Предметы интерьера, столовые приборы, оружие и вообще во все. Потому что это, можно так сказать, национальное достояние этой страны. Он имеет такой нежно-зеленый оттенок, как и этот конь. То есть они его сделали такой, можно сказать, фигуркой, которая будто вырезана из нефрита. Мне эта идея очень нравится, потому что цветом он действительно его напоминает очень сильно. Они прям угадали с этим нежным оттенком зеленого, я вот так поближе вам его покажу. И вы уже, наверное, задались вопросом, что же изображено на этом коне. А сейчас я вам расскажу. Посередине этого коня таится иероглиф канжи, который означает лошадь. Но если честно, он так написан, что, наверное, даже китаец его не с первого раза прочитает. А как я и сказала, Джейд был выпущен как раз на год коня. А все остальное это просто вот такие завитушки. И с этого бока у нас точно такой же иероглиф, который едва ли читается, как по мне. Этот конь мне прям очень нравится, несмотря на то, что он одновременно и простенький, но в то же время он таит в себе много интересного. И давайте мы его отставим и перейдем к кому-нибудь другому, даже не знаю. Давайте возьмем этого загадочного коня в мешочке. И как вы уже успели прочитать, здесь написано Брэйр-фест Fairy Tales. И это Брэйр-фест, который проходил в 2011 году и имел тему сказки. Сказать честно, это один из моих любимых Брэйр-фестов, потому что мне нравится большинство моделей из этого года. И у меня даже несколько есть. И вот это очередная понька в мою коллекцию. И сейчас вы посмотрите и сразу поймете, почему. Давайте размотаем этот мешочек. Кстати, как вы уже заметили, он немножко начал облазить. Ну, конечно, потому что уже прошло сколько? 12 лет? Даже больше. Сам мешочек очень красивый и приятный, но, к сожалению, краска не выдержала долго. Кто же ты? Загадочный конь. Точнее, я уже знаю, кто там. И это лошадь. Да, удивительно, что не гусь. И ее зовут Фауна. Она является одной из четырех ивентовых стейпликов с Брэйр-феста 2011 года. Вы можете посмотреть в интернете и увидеть всех четверых поближе. Ну, а это мне нравится, наверное, из них больше всего. Все четыре стейплика разных цветов прозрачны и имеют вот такие вот узорчики, которые, кстати, очень похожи на узоры, которые имеет джейд. Можете даже сравнить. Они имеют такие немножко растительные мотивы, похожие на лозы какого-то цветка. Очень красивая. И также я купила ее, в первую очередь, из-за ее цвета. Это мой любимый цвет, такой индиго, зелено-синий, зелено-голубой. Действительно очень нарядная лошадь. И, как вы уже успели заметить, давайте я покажу вам ее поближе. У нее такая красивая грива, которая покрыта лаком с блестками. И точно так же выглядит и ее хвост. Очень красиво. Кстати, что хочу отметить, этот лак не шершавый, то есть это не просто они клеем там помазали и хвост, и гриву, и набросали блесток, а он гладкий, что удивляет прямо. И эти блестки, они довольно мелкие. И вот руками прям не прощупываются, не опадают. То есть с ними все прекрасно. А в отличие от джейда, здесь покрашены копыток. Хотя и видно не очень хорошо, но они затемнены. А также, если внимательно посмотрите на ее мордочку, у нее темненький носик и глаз. И вот, как я и говорила, этот красивый рисуночек. Очень тоже похоже на нефрита. Даже не знаю, что здесь изображено, но это явно какой-то цветок. Кстати, у этого стейблика очень ограниченный тираж, забыла вам сказать, но джейд вышел в количестве 1200 штук, если я не ошибаюсь. А вот эта девушка, она была выпущена в количестве всего-то 750 штук. И это довольно мало для ивентного стейблика, учитывая, что она была выпущена аж в 2011, а джейд намного раньше ее, в 2006. И почему их выпустили таким маленьким тиражом, даже не знаю. И на вторичке, если вы захотите ее купить, то она ходит даже немного дороже, чем джейд. Обычно она стоит около 100 долларов. Ну, иногда, если повезет, ее можно увидеть немного дешевле. Это если вы вообще их увидите на продаже, они мелькают довольно редко почему-то. Хотя остальных можно встретить чаще. Вот. Такая вот красивая лошадка. Это, я даже не знаю, это же кобыла, да? Она сделана на молде Rotten Warmla. Вот, сам молд я не особо люблю, он немножко скучный, но вот в такой масти, мне кажется, любая лошадь будет прекрасно. Это, наверное, одни из моих любимых моделей нынче, из стейбликов, естественно. А мы ее отставим к джейдам. Что с камерой происходит? Она тусячит, она уже где-то дрябнула. И, наверное, чтобы разбавить зеленых, мы возьмем не следующего Брэрфестовского коня, а коня со стейблмейтс-клуба 2017 года. Кстати, это уже мой третий, если не четвертый конь из стейблмейтс-клуба 2017. Это был, видимо, очень удачный год, надо было вступать. Но, к сожалению, на тот момент я еще не вступала ни в каких клубы, да и вообще, по-моему, еще лошадей не собирала. Поэтому, увы и ах. И кто же это? Вы уже его видите? Пока что немножко про него расскажу, хотя многого про него и не расскажешь. Он не такой интересный, как наши предыдущие зеленые модели. О, где же открывается этот пакет? И это Фризик. Фризик, точнее, помесь Фриза и Аполлузы. И его зовут Вольфганг. Это просто обычный релиз со стейбл-клуба 2017. Ну, как сказать, обычный, очень красивый обычный релиз. Потому что я, ко всему прочему, лютый фанат Аполлуз и особенно глянцевых Аполлуз. Поэтому мимо него я пройти не могла. Он очень красив не только тем, что он глянцевый и Аполлуза. А еще посмотрите на проработку деталей. У него есть мэппинг на пятнах. Я, честно, не знаю, как перевести этот термин. Окантовка, ореол. А также вы видите, что у него вот такие красивые копыта. Они не просто черные, они светлые и полосатые. Что удивительно, многим Аполлузам Брейр просто любят рисовать черные копыта или серые, да, и фиг с вами. И также мне очень нравится его морда. Вот такая вот. Таких пятна. К сожалению, я не могу его вам нормально поставить, потому что они знамениты тем, что очень любят падать. Вот такая морда. Действительно, очень нравятся эти пятна. И вы здесь можете тоже увидеть, что у пятен есть такой красивый серый ореол. На гриве у нас есть шейдинг. Довольно, кстати, красивый и нежный. На хвосте тоже. И что мне еще очень нравится, смотрите, у нас есть тут мотлинг. У него между ног, кстати. А где его мужские части? Они прям так туда впечатаны, что кажется, что это кобыла. Или это кобыла? Нет, по-моему, это жеребец. Ой, нет, Мерин, сори. Неважно. Это хлопец. Он мне очень нравится. Именно своими вот этими детальками мне очень действительно зашло то, как они задизайнерили эту масть. Я, честно, не помню, кто дизайнер, но это получилось просто шикарно. Посмотрите, у него даже есть белочки в его маленьких стейблоглазках. Что ж, мальчик, я тебя аккуратно отставлю тоже в сторону. Надеюсь, на тебя уже все посмотрели. И перейдем к следующему зеленому коню, который все еще в своей закрытой красивой такой коробочке. Это ивентовый стейблекс Брейерфеста 2020 года, который, вы, возможно, даже помните, носил название Салтик Филинг. И он был посвящен Ирландии. Давайте посмотрим повнимательнее на коробочку. Но, я думаю, вы эти коробочки уже видели. Я их обожаю. Кстати, в 2024 году в стейблоглубе Брейер наконец-то снова возвращает эти маленькие желтые коробочки, чему я прям очень рада, потому что они действительно очень крутые. Вы можете сами в этом убедиться. Они действительно очень красивые и уютные. Намного лучше, чем вот эти просто квадратные, такие безликие картонные коробки. И тут вы можете убедиться, что это с Брейерфеста Салтик Филинг. Тут написано, если кто-то не видит большими буквами и год, и тему. Вот. И мне даже жалко немножко его открывать. Сейчас открою, достану и немножко поподробнее расскажу вообще, кто он, как его зовут. Хочу быть очень аккуратной, потому что я очень люблю эти коробки. Но, как всегда, наверное, не получится. Не рвись, я тебя умоляю. Ура! Не порвало. Да это праздник какой-то. Так, аккуратненько. Да, аккуратненько. Ура! Вот он. Его зовут Эйре. Давайте мы его освободим. Ой, мамочка, тут придётся привлекать ножницы. Я, кстати, люблю это крепление стейбликов, потому что оно довольно легко снимается и очень хорошо их держит, а также не оставляет следов на самих конях, как иногда это делают проволоки. Я очень желаю, чтобы Брейер сделал такое же крепление и на тратах, на самом деле. Правда, его нельзя реюзать, но ничего страшного. Всё равно мало кто использует эти проволоки повторно, поэтому... Так, нет, он ещё держится одной лапой. Умоляю. Отдай коня. Спасибо. Он аж выпал мне в руку. Так, уберём это. И вот он. Конь по имени Эйре. Как я и сказала, я очень люблю модели, которые даят в себе много деталей. И этот конь, наверное, самый богатый на них в этом видео. Его не зря зовут Эйре. Это переводится с ирландского языка как Ирландия. А само слово пошло от имени богини Эрию, которая по легендам защищает Ирландию. Вот такая вот интересная история. Сам он зелёного цвета, потому что, естественно, Ирландию нельзя представить себе без зелёных травянистых холмов. А у него на крупе вот такой вот трёхлистный клевер, который, между прочим, является национальным символом Ирландии. Поэтому он изображён у него на обоих сторонах. Вот так вот. Очень красивый и довольно чётко пропечатан. Сама моделька, она прозрачная. Вы можете в этом убедиться, посмотрев на его ножки. Но сам он покрашен в полупрозрачный зелёный. Надеюсь, он стоит. Мало того, что он... Нет, он всё-таки упал. Мало того, что он весь из себя представляет Ирландию своим именем, цветом, так ещё и породой. Если вы помните, то этот молд называется Иришдрафт, Ирландский тяжеловоз, кем он является. То есть это максимально ирландская модель. А ещё его копытка покрашены золотом, как и вот этот вот красивый золотой шиммер, который блестит поверх зелёного, что напоминает лепрекона. Вот честно, если в этом мире существует более ирландская модель, то просто покажите мне, потому что этот, мне кажется, просто воплощение этой страны и культуры. Он просто прекрасен. Давненько его хотела. На вторичном рынке, если вы хотите его купить, то стоит он не очень-то и дорого. Да, своего я купила всего за 25, могла и дешевле, но упустила. Поэтому, если вам он нравится, то не бойтесь, можете его найти, и он обойдётся вам не так уже дорого. Что ж, он отправляется к своим зелёным братьям. Почему ты опять упал? Что ты пил сегодня? Он, наверное, на Новый год немножко перебрал, как и все здесь, как и камера. У меня тут уже зелёный табун собрался. Итак, мы открыли всех прошлогодних стейблов, а поэтому пришло время открывать новеньких. И я сразу хочу, если честно, открыть именно сами коробки, чтобы не перепутать. Хочу брио, это, если что, имя нового молда, мустанга, оставить на самый конец, потому что мне прям интересно, как он выглядит. А первого мы откроем неро. Это конь на молде Георга. Думаю, вы уже видели его на премию. Ну а сейчас посмотрите поближе. Итак, вот наша уже видна коробочка. Я просто их достану, и там сзади возле штрих-кода написано имя модели, поэтому я смогу их различить. Так, коробки стандартные, как и у всех в стейблоклубе 2023 года. И вторая коробочка. Такой толстый, наверное, едва ли достала. Так, не той стороной своей. А что ж, это у нас кто? Вот видите здесь, это брио. Брио мы оставляем на потом, а это, это неро, поэтому его мы открываем сейчас. Итак, поехали. Красавчик. Уже вижу через пупырку, что он красавчик. У нас тут некрасивых стейблов нет. У нас тут все модели. Зачем я закрываю? Мне туда еще пупырку обратно возвращать. И вот. Снова Аполлуза. Я любитель Аполлуз. Термоядерный скотч. И вот он, наш мальчик. Так, у меня тут уже столько пупырки и коробок, как от Трада. И это Норикер. Да, возможно, вы не сразу узнаете в нем Норикера, как и я, потому что, ну, немножко он не похож. Сам молд, он больше действительно напоминает рейнского драфта, чем Норикера. Сама морда, знаете, у него такая нехарактерная, да, и к тому же пятна немножко мелкие. Я привыкла, что у Норикера они больше как-то, а тут совсем какой-то горошек. Но это не делает его хуже. Очень-очень симпатично смотрится на нем. Эта масть действительно нарядная. Думаю, ему подойдет, знаете, какая-нибудь порочная красная или бордовая амуниция. Как и всем светло-серым лошадям, кстати. И сама модель очень красивая. Видите, что я и говорила? Они предпочитают делать Аполлузом просто серое копыто, к сожалению. Учись у Вольфганга, посмотри, какие у него красивые полосатые копытки. Если что, у меня тут собака храпит, не обращайте внимания. Давайте посмотрим на него с этих сторон. Мне, кстати, нравится, что они уделили внимание его морде, и у него тоже есть такой мэппинг. Думаю, в глоссе он бы смотрелся намного удачнее, но ладно. Надо хотя бы одну реалистичную модель Аполлуза иметь, в конце концов. У него на попке вот такие вот более крупные пятна, а на плечах и на животе почти гречка, я бы сказала. Действительно какие-то мелкие, хотелось бы побольше. Думаю, он бы лучше смотрелся, если бы у него все пятна были вот такого размера. Ну, чисто мое мнение. Он не становится хуже от этого, но породность, она немножко исчезает, что ли. Очень красивый конь, потому что они действительно сделали в нем хорошее количество деталей. На глазу у него прорисован белок, носик розовенький, такой нежный. А также есть даже затемнение на его ноздрях и на губах. Вот, что мне очень нравится. Не люблю, когда просто розовый нос, потому что это выглядит немножко так, ну знаете, недокрашенно, незавершенно. И в паху у него что-то непонятное. Честно, что они пытались сказать этим пятном, я не могу вам объяснить. Что-то типа Мотлинга, как у Вольфганга, потому что, ну, как бы, да, что это такое? Думаю, про него это все, что можно сказать, потому что деталек больше нет. Думаю, в плане росписи масти Аполлузы Вольфганг все же выигрывает пока что. Но Нера тоже ничего такой. Он мне нравится хотя бы тем, что это тяжеловоз, который раскрашен под леопардовую мазь. А их мы встречаем очень редко на самом деле, поэтому хотя бы так. Стейблик, он мне действительно очень нравится, довольно нарядный. Поэтому можем простить ему не особое соответствие пародии. Так что отправляться к своему названному брату. И у нас остался последний стейбл, где он? Это Брио. Это новый мулт Мустанга, который был слеплен Минди Берг специально для стейблмейтс-клуба в 2023 году. И сейчас мы его откроем и узнаем поподробнее, как он выглядит. Мне самое интересное, потому что мол сам не зашел. Не так масти на самом деле, как мол. Потому что он у нас стоит на свечке. А лошадей в динамичных позах делают меньше все-таки, чем статичных. Поэтому я всегда радуюсь, когда у нас что-нибудь, кроме просто стоящего коня. И вот он. Я надеюсь, он стоит. Да, он стоит. Удивительно, кстати. Некоторые Брионе стоят просто. Импотенты. Вот это Мустанг. Я не скажу, что я не устала от Мустангов, но он подходит даже под какую-то испанскую породу на самом деле. Думаю, ему кроме Мустанга можно приписать еще очень много пород. И он вот такой вот красивый, в пятнышку, буланный конь. Нет, он действительно немножко инвалидик и падает. Но, в принципе, если вот просто поставить его на полку, то будет стоять. А сам молд, он немножко мыльный. Видите, у него есть всякие детальки, но их довольно мало. Даже если сравнивать с некоторыми более древними молдами. Мне сама масть очень нравится. Несмотря на то, что я не особо фанат буланных, но сделан красиво, есть много шейдинга. А также очень хорошо сочетается с его молдом. То есть все-таки ему идет. Но на самом деле я бы больше предпочла на нем какую-нибудь темную цельную масть без каких-либо отметин. Думаю, было бы красиво, например, сделать его вороным с едва заметными яблоками и с какими-нибудь переливами в другие цвета. Думаю, он бы был намного наряднее, нежели вот так. Я думаю, ему подойдет любая масть, на самом деле. Потому что форма, как я и сказала, очень универсальная. Вот такой красивый мальчик. Это же мальчик, да? Опять мальчик. Кобыл так мало делают. Ну, ладно, смиримся с этим. У нас будет какой-то прям мужской табун. Я не помню. У нас, по-моему, из кобыл только варамблат. Если это кобыла, конечно. В руках этот конек очень приятный. Несмотря на то, что в нем не особо много деталей, нету, знаете, кучи всяких складочек и венок, как многие любят. Но, тем не менее, он очень красивый и динамичный. Я не думаю, что он нуждается в какой-нибудь высокой детализации. Сам по себе он и так красивый. Единственное, у него немножко странная грудь. Он так выступает по бокам. Анатомически правильно просто выглядит немножко странно. В общем, сам молд действительно симпатичный. Надеюсь, мы вскоре увидим его в каких-нибудь обычных тиражах. Либо просто в стейблмейтс-клубе, но в других мастях. Или даже как ивентовую модельку на Брэйрфесте. Ну что же, ребятки. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Надеюсь, эти лошадки вам понравились так же, как и мне. А мы прощаемся с вами до новых встреч. И увидимся уже со следующими моделями. Пока-пока!